Итак, Георгий Николаевич, можно сказать, что за спиной осталась половина части пути в этом сезоне, за плечами уже мы перешли за экватор, и что можете сказать о результатах команды, остались ли вы довольны, да не впечатлительны, но потом команда выглядела очень увереннее, я бы сказал. Значит, сначала я бы хотел поздравить всех любителей футбола, наших фанатов с наступившим Новым Годом, Ини Ленис Моберековсон, чтобы пожелать им очень много хороших вещей в течение 2014 года, здоровья и счастья. Что относится к вашему вопросу? Ну, он сам по себе такой, да, немножко полюсный, как вы сами сказали, плохо начали, как-то более уверенно закончили, то есть пересекли экватора, по вашим словам. И я надеюсь, что пересекаем таким образом экватор, уже до вершинок достигнем тем же самым образом. В общем, развитие одной команды, она никогда не может двигаться только по вершинах, бывают и спуски, бывают и кризисные моменты, и я лично надеюсь, что, скажем тогда, ну, серьезные кризисные моменты в развитии Интера в этом сезоне, они уже за спиной, и мы будем искать уже своих и гоняться за своих целей. Вы сказали, заговорили, то есть о Новом Годе, скажите, как вы отметили этот праздник на Великобритании? Ну, да, конечно, Рождество, которое болгары по традиции отмечают в декабре месяце, мы встретились с младшим сыном в Бельгии, в столице Бельгии, Брюссель, он там учится, красивый. Очень такой замечательный город, ну, я бы не возражал, например, если в следующем году нам попадется в Лиге Европы какая-нибудь бельгийская команда, чтобы примерно сыграли бы на национальном стадионе. Ну, почему бы и нет, дай бог. А Новый Год дома вместе с друзьями, вместе с знакомыми. Вот так. Ну, футболистов, как мы знаем, Нового Года не бывает практически, поскольку уже спустя несколько дней после празднования этих праздников команда отправилась на сборы. Сейчас Интер проходит сборы в Анталии. Скажите, руководство наверняка обеспечило всем нужным, всем необходимым. Ну, да, да. Я думаю, что сборы, которые были уже давным-давно подготовлены, еще, если не ошибаюсь, в месяце ноября было выбрано место подготовки, были выбраны поле для подготовки, были выбраны все условия. И я лично надеюсь, что на сегодняшний день для футболистов всех необходимых условий созданы, и они только остаются им тренироваться на здоровье. Кроме того, зима – это период, можно сказать, такого трансферного окна. Мы знаем, что с 1 января это окно уже открылось. Интер расстался с некоторыми футболистами. Хотел бы прокомментировать эту информацию? Ну, как вам сказать, всегда так немножко грустно становится, когда человек расстается со своими сотрудниками, как можно сказать так, и футболистами в частности. Я не могу сказать про ни одного из тех, которые уже покинули стан Интера, что они были плохими футболистами. Наоборот, у каждого из них было свои хорошие, положительные качества. Что-то как-то не получилось. Футбол такой бизнес, что там сентиментов не бывает, сентиментальности не бывает, и понадобилось с ними расстаться. Но по-любому я желаю всех этих 4-5 ребят, которые уже не являются нашими футболистами, желаю им удачи в дальнейшей карьере. Ну, и мы знаем, что помимо того, что Интер, можно сказать так, покинули несколько игроков, планируется усиление команды. Об этом наверняка более масштабно знает и тренерский штаб. Но у вас, как у руководства клуба, хотелось бы узнать, по каким позициям тренерский штаб обращался к вам, усиление каких позиций требуется, и есть ли конкретные кандидаты. Да, значит, этот вопрос еще в октябре-ноябре уже начал так засвечиваться на горизонте, что на некоторых позициях, на которых Кахабер Цхадази остался недовольным исполнением перформансы, он захотел увидеть уже в зимнем периоде некоторых усилений. И поскольку мы с ним беседовали, именно на данном моменте нам нужно усиление, ну, скажем, всех линий Интера, всех игровых линий Интера, защита, полузащита и в нападении, так особенно нам необходимо усиление в линии нападения. То есть, ну, скажем так, до центра форварда. То же самое и относится к еще одного классного защитника, центрального защитника и, может быть, игрок полузащиты, который будет так в более оффенсивном плане. То есть, ну, так, по-старому говоря, да, плеймейкер, атакующего полузащитника. На сегодняшний день Кахабер рассмотрел огромное количество кандидатур, но и на то же самого сегодняшнего дня мы пока еще не определились. То есть, есть имена с Европы, с Южной Америки, но на сегодняшний день, к сожалению, не могу вам дать никакую там, скажем, конкретную информацию. Я рассчитываю, что до 11-го числа, когда, по-моему, у нас будет первая товарищеская игра, первый спарринг, уже кое-что определится и даже вот эти новички, новые кандидаты могут принять участие. Ясно. Ну, кроме того, что четыре футболиста, о которых вы заговорили, покинули, это еще есть разговоры о том, что некоторые другие футболисты, являющиеся одним из основных игроков, могут расстаться с командой. В первую очередь идет Алисалая Цаагаеве и Брюс Абдулая. Недавно в прессе тоже прошла такая информация. Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали ситуацию. Я прокомментирую коротко. Салахат Агаев и Брюс Абдулая, игроки Интера, под контрактом до конца настоящего сезона, до месяца июля 2014 года. Поскольку с Брюсом Абдулая разговаривал до перерыва, до каникул, он не прочь остаться в Интере на сезон или еще два. Это его слова конкретно. Что относится по Салахата Агаева? Тоже в земном перерыве били у меня некоторых звонков в разных клубах премьер-лиги с предложением, скажем так, продаст права Салахата Агаева. Я с этим категорически не согласился, поскольку Салахат Агаев является очень важной частью нашей команды. Так что Салахат тоже до конца своего контракта остается игроком Интера. Он никуда не уходит. Если от меня зависит, я бы продлил еще с ним наши договоренности. От сборов и трансферов постепенно вернемся опять к теме чемпионата. Сейчас Интер находится на четвертом месте, делит эту позицию с баки и, можно сказать, ненамного отстает от первой тройки. Хотелось бы узнать, какие задачи перед командой руководство поставило именно на вторую часть сезона на итоговую фазу? Значит, даже смотря на то, что мы начали особо неудачно, у меня и цели, и задачи, которые ставил перед руководством, были те же самые, как всегда. Да, то есть максимально амбициозные. Мы должны по-любому попасть в число призеров чемпионата Азербайджана. Мы должны в этом году сыграть в Еврокубках. Мы должны доказать, что Интер — это не какое-то мимолетное явление, это довольно стабильная, скажем, институция в азербайджанском футболе. Это, скажем так, число призеров, в частности, и в общем, в генеральном плане, что Интер является одним из тожеров азербайджанского футбола. Подтвердит наше реноме. Ясно. Ну, помимо главной команды, немножко не хочется обтелять и другие сферы клуба. Это, можно сказать, детский футбол, команда, которого себя неплохо показывают в этом году, и дублирующий состав. Мы знаем, что дублеры Интера уверенно лидируют в чемпионате с отрывом в 11 сочков, если не ошибаюсь, от ближайшего преследователя. Наверняка тоже следите за матчами дубля, какие-то, может, молодые футболисты команды приглянулись вам, и вообще, что можете сказать о подготовке юных кадров клуба Интера? Я, если позволите, начну с дублирующей команды. Никому не секрет, что я являюсь очень ярым фанатом этой команды, даже завоевал себе право сидеть на запасной скамейке во время игр. То есть я очень сильно переживаю, я очень сильно поддерживаю этих молодых ребят, потому что вижу уже, наконец, результат тогда дальносрочных наших усилий по отношению дублирующей команды, как резерв основной команды. То, что они в этом году бьются за чемпионство, это несомненно. Где-то несколько часов тому назад у меня была встреча с командой, я их поздравил по случаю Нового года, пожелал ему удачи, успеха и поставил перед ним конкретные цели уже. Так что, если в этом году дублирующая команда Интера станет чемпионом, это для никого не будет какое-то удивление, какой-то сюрприз, потому что эти дети, эти ребята давно уже к этому и стремятся. Это для них очень хорошая визитная карточка будет дальнейшей карьерой, и дай бог, что к ним пригляделись уже больше и побольше в нашей первой команде или других команд, в примере Лиги Азербайджана. Идти немножко дальше к нашей детской и юношеской школе я тоже хочу с хорошим задовольствием тогда отметить, что работа штаба детской и юношеской школы, работа руководства детской и юношеской школы тоже дает свои плоды. Изо всех, если не ошибаюсь, 10 возрастных групп, в три, то ли четыре, наши команды лидируют уверенно, то ли находятся на первом, на втором, на третьем месте. Извините? В призовых местах. Да, в призовых местах. Вы знаете, в детских возрастных групп не самое главное быть чемпионом или быть вторым, третьим, завоевать какой-то приз. Для них самое главное научиться, что футбол это образ жизни, это житейская философия, чтобы они начали жить этим образом, что футбол, спорт уже проник глубоко в их сущности, в их крови. Так что для меня это самое главное. И я и Валентину Михайловичу Хадукину, и другим тренером детской школы именно всегда им говорю, что вы научите детей жить спортом, жить футболом. А чемпионство, успехи придут само в себе. Спасибо большое, Георгий Николаевич. Удачи всем нам, всему клубу «Интер» в 2014 году хотят пожелать. Я тоже хочу пожелать всех сотрудников клуба «Интера» удачное развитие в 2014 году, хорошее здоровье и, конечно, нормальное человеческое счастье. Всего вам доброго. Спасибо большое.